Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галант, и я, как всегда, неизменно рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня у меня видео-лукбук. Итак, я вам покажу три летних стильных образа, которые я носила на прошлой неделе. Так что оставайтесь со мной, и вам будет интересно. Итак, хочу подчеркнуть, что это те образы, которые я реально носила на прошлой неделе. Некоторые из них я даже показывала в своем инстаграм, если кто не знает. У меня есть отдельная папка в инстасторис, куда я складываю все образы, которые я успела снять просто на свой айфон и вам показать. Я обязательно оставлю ссылку на свой инстаграм, на случай, если вы захотите вдруг на меня подписаться и до сих пор не подписаны. А мы с вами начинаем! Итак, еще в самом начале, пока я не забыла, я хочу подчеркнуть, что в этих образах я буду использовать как те вещи, которые я купила 150 лет тому назад, так и те вещи, которые вы видели, как мои новые вещи, как мои покупки буквально 2-3 недели назад. И я для вас подобрала ссылки на все вещи в инфобоксе. То есть, если прямой ссылки на эту вещь уже нет, то я для вас подобрала аналоговые вещи, похожие вещи, с помощью которых вы сможете построить аналогичные образы. Так что, если вам что-то понравится, не забывайте открывать описание под этим видео. Итак, все, наконец-то начинаем. Мой образ номер один построен не просто на миксовании принтов, и еще и на многослойности. Я знаю, что эта тема для вас животрепещущая. Один из самых часто задаваемых вопросов, это вопросы, связанные напрямую или косвенно именно с летней многослойностью. У меня было отдельное видео на канале в прошлый понедельник, которое я полностью посвятила теме многослойности. Я вам давала много примеров и много необычных решений. В этом видео я решила показать конкретно, как это может работать в действии, то есть в реальной жизни. Итак, я взяла свое старое платье бренда Morello. Я покупала его лет 5 назад. Это обычное хлопковое прямое платье. Но как обычное любое платье, оно выглядит слишком скромно, слишком плоско, если можно так выразиться. Для того, чтобы его осовременить, я решила добавить сверху юбку. Именно сверху юбка у меня с запахом юбка у меня на пуговицах, поэтому я застегнула только верхние две пуговицы, те, которые расположены непосредственно на поясе, а все остальное разлетается в свободном шаге. Особенно внимательные мои зрители, наверное, узнают этот аутфит. Он был у меня в блоге, наверное, года 3 назад. Вообще, каждый раз, когда мне нужно вспомнить дату, я просто выпадаю в осадок, потому что отношения со временем у меня очень сложные. Я никогда не помню, что когда было, но года 3 назад, наверное, так точно. Образ до сих пор выглядит абсолютно свежой, современной. Просто я немного поменяла аксессуары, сделала их более трендовыми, если можно так сказать. Итак, образ я дополнила теми самыми сережками, в которых я сижу сейчас. Я думаю, что вы их прямо сейчас можете найти в магазине Zara. Мне кажется, что они все еще там продаются. По крайней мере, свои я покупала месяц назад и думаю, что все еще они там есть. Еще один трендовый элемент одежды, который вы увидите в этом образе, это сумка-ведерко. Мне нравятся вот такие варианты, когда вы с помощью аксессуаров любой старый образ можете адаптировать под современные тренды. Стоит только поменять аксессуары. Итак, я лишь напомню о том, что я для вас подобрала похожие платья и похожие юбки, из которых вы сможете скомбинировать точно такой же аутфит. А вы параллельно вспоминайте, какие платья, какие юбки у вас могут сложиться в что-то похожее. Итак, смотрим мой образ номер один. Субтитры сделал DimaTorzok Я очень надеюсь, что вам понравилось. Кстати, еще один момент забыла проговорить. Обратите внимание, что платье из дорогого сегмента бренд Morello, если кто не знает, это дочернее предприятие, дочерний бренд, если можно так выразиться, бренда Max Mara. И юбка абсолютно дешевая. Я, честно говоря, даже не помню, где именно, когда именно я ее покупала, но стоила она в районе 12 долларов или того дешевле. Эта юбка родом откуда-то из Китая. Но мне нравится комбинировать дорогие вещи и дешевые вещи. Они друг друга компенсируют. И с помощью дорогих вещей дешевая вещь выглядит немножечко, чуточку дороже и благородней. А мы с вами, наконец-то, переходим ко второму образу. Итак, мой второй образ был построен с помощью того самого кимоно Zara, о котором я так много говорила и вам показывала в лукбуках и в Инстаграм. Это кимоно я заказывала через посредников. К сожалению, в местных магазинах его уже давно нет. Оно очень быстро разлетелось. Как вы знаете, этим летом я стала просто фанатом кимоно и скупаю все достойные кимоно, которые попадаются мне на моем пути. Образ, можно сказать, что построен именно на изюминке самого кимоно. Но я для вас подберу похожие варианты и в более дорогом и более дешевом ценовом сегменте, для того, чтобы вы, возможно, смогли бы построить похожий образ. Платье Буху вы уже видели в моих лукбуках и вы видели у меня в Инстаграм. Это недорогая покупка на Asos, кстати. Это платье все еще есть в наличии во многих размерах. Оставлю на него ссылку, если кому интересно. А мы с вами смотрим мой образ номер два. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, еще один маленький нюанс я хочу с вами обсудить. Наверное, вы заметили мои новые необычные сережки, привлекающие внимание большие крупные серьги бренда Bimbo и Lola. Когда я вам рассказала, что некоторую часть своего шопинга я совершаю через португальских посредников, то кто-то из вас мне посоветовал обратить внимание на этот необычный португальский бренд. Это действительно невероятный дизайн, очень яркий, очень красочный. Я прекрасно понимаю, что он придется по вкусу не каждый, потому что этот бренд прежде всего известен своими дикими цветовыми сочетаниями, сочетанием принтов. В этом бренде чувствуется южный характер, я бы так сказала. Оставлю на их официальный сайт ссылку, и когда я заказывала эти сережки, я была недостаточно внимательная и не посмотрела, что это клипсы. Дело в том, что я человек, который всю свою жизнь ходит с проколотыми ушами, другой я себя даже и не помню. И когда я получила посылку и увидела, что это клипсы, сначала я разочаровалась, потому что клипсы я носить не умею, я их никогда и не носила. Но решила дать им шанс попробовать, и в принципе могу сказать, что я весь день проходила в этом образе, и мне было достаточно таки комфортно. Я не говорю, что это легко, если вы привыкли к сережкам, попробуйте клипсы, возможно вы сможете их носить, возможно нет. Я попробую вам подобрать похожие сережки, ну именно сережки, а не клипсы для тех, кто предпочитает носить именно серьги. А я еще хочу проговорить тот момент, что в принципе я не подбирала специально сережки под кимоно, просто они мне понравились, и поняла, что их можно будет здорово стилизовать в моих любимых черно-белых образах. И так случайно получилось, что сережки идеально подошли к кимоно. Такое иногда бывает, я думаю, что сработал какой-то элемент подсознания. Кстати, мне очень интересно узнать, а бывают ли у вас такие импульсные покупки, которые потом превращаются в какое-то логическое объяснение. То есть сначала вы не понимаете, почему вы совершаете ту или иную покупку, а потом, когда вы ее получаете, вы понимаете, что сработал какой-то некий инстинкт или подсознание, вы потянулись к той вещи, которая идеально складывается с какими-то несколькими другими вещами в вашем гардеробе. Обязательно напишите, были ли у вас такие случаи, а мы с вами наконец-то переходим к третьему образу. Итак, третий образ, я хочу вам специально показать этот необычный красочный топ. Посмотрите, какая красота. Я его покупала года три назад, и, наверное, те, кто помнят меня со времен печатного блога, узнали этот топ. Я его показывала уже в нескольких своих аутфитах в блоге. Я его носила и с миксованием принтов, и с цветочными шортами, и просто с джинсами. На прошлой неделе я просто вспомнила про него и решила попробовать его носить и с обычными белыми элементами. В принципе, образ получился достаточно-таки простой. Этого топа, естественно, уже нет в наличии, хотя я его покупала на Shopbop. Но, как я говорила в своих предыдущих видео, на Shopbop есть много хороших топов и блуз из натуральных материалов. И не только из натуральных материалов, но стоящих. Внимание, я для вас подобрала похожие топы. Вы, в принципе, можете взять всю задумку образа и сделать его немного проще. То есть использовать не обычный топ, как это сделала я, а обычную блузу с подобным принтом. Все, я думаю, что объяснять больше не имеет смысла. Вы лучше увидите образ сейчас сами. Музыка. 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 Итак, это был мой третий образ, мне в нем было комфортно, как вы видите во всех трех образах я использовала обувь на плоском ходу, сейчас у меня в городе очень жарко, поэтому я предпочитаю удобную обувь, в которой не жарко, можно пробегать весь день по своим делам. Я надеюсь, что это видео вас вдохновило на какие-то свои собственные идеи, касающиеся ваших аутфитов на каждый день, я вас целую и обнимаю, не забывайте заглядывать в мой инфобокс и пишите свои комментарии, всем хорошего настроения и солнечного дня!